следующий бой это второе по значимости события этого вечера 7 и 13 номера рейтингов Овинсен Прю, Тайсон Педро тоже такой своеобразный, конечно, бой нас ожидает Тайсон Педро заявил о себе, ну, некоторое время назад как о достаточно таком ярком и перспективном бойце одержал в UFC две победы к ряду причем две досрочные победы над Халилом Раундри и над Полом Крейгом ну, затем оступился и проиграл Иллиру Латифи решением в крайнем бою же сумел реабилитироваться выиграл Сапарбека Сафарова ожидаемо, в принципе, засадмитил его в первом раунде ну и, собственно, против Тайсона Педро в этом бою будет биться Овинсен Прю и, ну, Овинсен Прю как бы известен уже достаточно давно и достаточно, опять же, у него был неплохой вот стрик до прошлого боя три досрочные победы подряд ну, если Кори Андерсона не брать, то, конечно, здесь бойцы далеко не какого-то там ну, не особо, в общем, из себя что-то представляющие хотя, конечно, и Кори Андерсон далеко не топчет, как по мне но вот оступился Овинсен Прю на том же Иллире Латифи проиграл ему с Абмишином и вот сейчас встречаются эти две жертвы Иллира и, собственно, здесь коэффициенты у нас следующие Тайсона Педро 1,64 Овинсен Прю 2,37 собственно, ну, Тайсона Педро нужно, я полагаю, здесь доказать что он все еще является все-таки перспективным бойцом этой категории ну и, ну, прямо скажем, да, категория не самая такая насыщенная сильными бойцами, не самая мощная ну вот, Андрюха, что думаешь, получится у него здесь это сделать? вот, мне кажется, ситуация здесь достаточно похожая как в предыдущем бое, которое мы обсуждали вот только мне не видится Овинсен Прю закислившимся и старым ветераном который чередует победы с поражениями и вообще выходит на стриг из поражения нет по моему мнению, это по-прежнему топовый и очень опасный боец которого, по большому счету, один минус он не слишком сильно форсирует события, порой, в своих боях и полагается на один удар пытаясь удосрочить своего оппонента в остальном он крайне опасен как в стойке, так и в партере и я думаю, то, что поражение Леру Латифи это, ну, скажем, достаточно показательно в плане того, что Латифи неплохо смог задушить Овинса в том бою, потрясти но, мне кажется, не сильно дискредитирует его потому что это бойцовский спорт и пропустить здесь может каждый касаемо Кури Андерсона, я с тобой не соглашусь Кури Андерсон, я считаю, весьма топовым и достаточно неплохим бойцом кроме того, что он туповат мы видели то, что он весьма хорошо может показать себя в борьбе когда он просто деклассировал там Патрика Каминса и по бою с Овинсом он тоже выглядел неплохо пока не пропустил тот хайкик что касается Тайсона Педера к нему у меня много вопросов по сей день потому что, по большому счету Пол Крейг, ну, все мы видели нынешние успехи и скиллы Пола Крейга и это достаточно такой, ну, посредственный боец по меркам UFC и, я думаю, не стоит его записывать в такой уж огромный плюс Сапробег Сафаров, он весьма сильно бьет весьма неплохо борется но, опять же, это не топовый уровень и я думаю, что ему было бы логично спуститься в 84 килограмма поскольку он сильно уступал тому же Тайсону в габаритах что касается Халила у него были весьма неплохие успехи по бою он сумел отправить в нокдаун самого Тайсона и, я не знаю, был достаточно близок к тому, чтобы завершить бой досрочно но его абсолютная нулевость в партере сыграла с ним злую шутку ну, а Латифи это Латифи и, можно сказать, оба бойца ему однозначно встряли ну, а по этому бою, я думаю, то, что Овинса гораздо больше опыта у него лучше ударная техника у него, как минимум, не хуже борцовская техника в плане грэплинга и каким-нибудь Вон Флючоком его любимым он вполне может удивить своего оппонента ну, а так, я думаю, то, что у него все шансы в этом бою есть и как андердог он вполне неплохо смотрится так что я бы его рассмотрел ну, да, хотя, знаешь, Вон Флючоком Овинс, в принципе, наверное, не удивляет уже никого хотя ему почему-то все равно удается а вот оппонента удивить может, я думаю да, 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 ему почему-то все равно удается хотя, в принципе, понятно, что он это любит делать но в любом случае ну, это так же, как с Олейником как бы, вроде, знаешь, да, но как-то неожиданно это все происходит да, в любом случае, в целом, я здесь согласен я лично, как бы, для себя здесь только Овинс и Сентрю рассматриваю для ставки ну, никак не Тайсон и Педро да, тут просто такая ситуация Педро, по моему мнению, как и та же Джессика Роуз-Кларк он не заслужил такой коэффициент да, безусловно, у него, возможно, есть шансы возможно, в будущем он будет топовым бойцом и конкурировать, там, я не знаю, с каким-нибудь Волканом Оздемиром или с Гловером Тешейрой но пока что он конкурирует только с Полом Крейгером и Халилом Ронтри так что, делайте выводы ну да, в любом, я считаю, что коэффициент здесь не располагает к ставке на скажем, перспективного бойца да и тем более, в этом бою мы, собственно, узнаем насколько он перспективный ну что ж, следующий бой и главное событие это Дональд Сирони против Леона Эдвардса ну, опять же, просто огромный его интерес и бой ковбой который уже далеко, конечно, не тот ковбой, по моему мнению но просто крайне опытный боец 33-10, 35 лет ему на данный момент и в прошлом бою против Янси Мидейроса наконец-то ему удалось на какую-то победную тропу выйти потому что, я напомню, у него было три поражения к ряду причем два досрочных нокаутом ну и, собственно, наконец нокаутировал Янси Мидейроса и, по моему мнению, далеко не лучший свой бой показал пропускал ненужные удары ну, собственно, посмотрим, что он сейчас сможет и себя показать противостоять ему будет Леон Эдвардс 26-летний молодой боец который, я напомню, что в UFC имеет только два поражения первое, это был, в принципе, вообще его дебют против Клаудио Силио в 2014 году ну, а после этого только Комару Усман сумел его выиграть всех, собственно, своих соперников Эдвардс проходит и последний бой у него был совсем недавно в марте, где он в третьем раунде за секунду до финального гонга был остановлен бой и присужена победа ТКО над Питером Субботой ну, собственно, Эдвардс там достаточно так сильно доминировал ну, коэффициенты здесь следующие Леон Эдвардс 1,45 а Ковбой 2,8 собственно, ну, по моему мнению достаточно сильный разброс и мне кажется, ну, не совсем по делу ты как считаешь, Андрей? ну, знаешь, здесь достаточно интересный момент потому что по Ковбою насчет боя с Медейросом я, конечно, соглашусь неприятно было видеть, как он пропускает вот эту груду ненужных ударов но, с другой стороны, это типичная ситуация для Ковбоя, который по первому раунду зачастую проигрывал своим оппонентам пропускал кучу ударов и только потом разгонялся но сейчас, к сожалению, его тело начинает сдавать сбой и голова его тоже начинает давать сбой и шанса показать разогреться там после 2-3 раунда и дать жару, как раньше у него уже возможности нет, потому что его вырубают и ему как-то нужно что-то делать с этим, менять, потому что ну, я не знаю Леон Эдвардс, это, конечно, не Даррен Тилл, который может тебе оторвать голову одним ударом но, тем не менее, я сейчас вижу то, что люди пишут мол, это будет изичный бой для Ковбоя потому что против него одеяло а у самого Ковбоя такой нормальный партер но я не понял вообще с каких пор Леон Эдвардс стал одеялом который, в принципе, является ямайцем и базовым ударником у него отличный тайминг, отличные руки отличное передвижение по октагону и габариты я не знаю, ребят, с чего вы взяли что он является одеялом да, он неплохо прокачал свои борцовские навыки он может очень хорошо поработать и в партере но он при этом является также весьма бьющим бойцом так что для Ковбоя здесь однозначно будет нелегкое противостояние да, у него будут шансы, как-то, я не знаю, задавить темпом своего оппонента поскольку вес он практически не гоняет и будет выступать на пределе своих возможностей я думаю, в четвертом, пятом раунде у него будут возможности как-то переработать своего оппонента но до этого времени еще надо дожить и Эдвардс, поскольку работает тоже очень интенсивно я не знаю, достаточно спорный бой для меня в плане прогнозов и я думаю, здесь либо победа Дональда Сарона решением, либо поздним каким-то ТКО либо ранняя победа Леона Эдвардса так вот и все ну, вообще, как бы, не знаю если от себя, я могу сказать, что единственное, пока что на Эдвардса, мне кажется немного низковат коэффициент вот, как-то 1,45 это не то тем более я полностью с тобой согласен для ставок этот бой рассматривать не стоит ну, здесь просто стоит привести аналогию с тем же Дарреном Тилом, который шел, в принципе, андердогом Сарона сначала потом они плюс-минус у них сравнялись и сейчас Леон Эдвардс выходит фаворитом доминирующим да, у него стрик неплохой да, у него весьма серьезные перспективы но при этом также у него были проблемы мы видели там, как тот же Брайан Барбарен на его потряс так что ошибки он совершает и такой опытнейший боец, как Ковбой определенно может этим воспользоваться мы все видели, как он умеет подлавливать нужный момент когда там Барбо заморгнул или еще что-то так что да надо всегда держать это в уме и никогда нельзя такого опытного парня списывать со счетов да, Эдвардса потрясти можно мы это видели ему, конечно, здесь самое главное не моргать ну, или моргать но самые нужные моменты вот, ну, в любом случае мне лично будет интересно посмотреть для начала на взвешивание на форму Ковбоя ну, а так, я бы здесь с собой согласился для ставок, как мне кажется, не особо интересный бой да, причем тут ни ТБ, ни ТМ не дойдет до решения, не дойдет тут вообще такой достаточно многообразный бой тут может быть вообще все что угодно так что, просто пропустите я думаю, Ковбой зажет как обычно, скучных боев у него не бывает и посмотреть там будет на что ну, а по форме я не знаю он, опять же, повторюсь, вес для этой категории не гоняет ну, плюс-минус 2 килограмма не более того и я думаю, что форма его будет обычная ну, такая же, как и всегда ждать какой-то, я не знаю, хуевой сгонки от него, я думаю, не стоит ну, что ж, тогда на сегодня все у нас не, на сегодня у нас не все, ребят это первая часть подкаста через пару часиков ждите продолжения на прилимы и, ну, я не знаю попрощаемся уже тогда ну, тогда ладно